Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я продолжаю обзор российских брендов. И сегодня я хочу поговорить о бренде I'm Studio. Это один из старейших брендов современной формации. Образовались они в 2008 году, то есть 12 лет назад. И это на 6 лет раньше, чем 12 Stories, видео которых я сделала на прошлой неделе. Извините, что я буду сравнивать эти два бренда, потому что, как я уже сказала, они самые ранние, которые у нас на рынке появились. Одни из самых успешных. Я была подписана на них обоих в 2018 году. И, честно говоря, я их путала. Потому что мне одежда казалась похожей, да еще и модель у них была. Одна на двоих, что тоже вносила путаницу. Итак, как я уже сказала, образовались они в 2008 году. Их первый корнер появился в цветном. И также они были первыми в Метрополисе. Сейчас у них магазины в 11 городах России, а также из Белоруссии, США и во Франции. Основная концепция бренда – качественный casual с яркими дизайнерскими акцентами, как они сами о себе говорят. Также они говорят, что ткани они привозят из Европы, а отшивается все это на российских фабриках, за что им отдельный респект. Вообще не очень публичные дизайнеры и основатели. Не так много интервью им не удалось обнаружить на просторах интернета. Могу только сказать, что основательница и дизайнер – это Даша Самкович. Ни о чем не говорит мне ее имя. Она не так торгует лицом, как сестры Галамаздины. И не является, в общем, лицом своего бренда. Славятся они своей пиджачно-жакетной группой, что, собственно, мне и нравится в этом бренде. В коллекции они отшивают несколько видов пиджаков или жакетов и также выпускают их еще и в разных цветах. Их платье мне, честно сказать, нравится не очень. Но вот если 12 Stories движется в сторону минимализма и авангарда, то IM Studio, мне кажется, все-таки такие более кежульные, если так можно сказать, коллекции. Ну и, в общем, 12 Stories, конечно, это более мой бренд. Ну и давайте посмотрим, что я там намерила. Первая вещь, которую я померила, это был пиджак. Двубортный пиджак молочного цвета. В составе хлопок и лен. Прямой. В мужском стиле. Абсолютно базовый. Нет у меня к нему вообще никаких вопросов. В меру оверсайзный. Единственное, что мне понравилось, это вот эти пуговицы. Какие-то они слишком акцентные. Я бы их заменила. Как я уже сказала, в составе 72% хлопка, 28 лен. И вискотис-палиэстром в подкладе. Подойдет, в общем, ко всем вещам абсолютно базовый. Как я сказала, уже я заменила бы пуговицы. Ну, я показываю здесь строчки, но мне кажется, можно этого не делать. Хорошего качества вещи. Стоит он 8,5 тысяч. Следующие это были джинсы. Абсолютно базовые. То, что нам прописали стилисты. Прямые, темно-синие. На высокой посадке. Ноги делают практически бесконечными. Все вроде бы в них хорошо. Но вот что-то почему-то мне не очень понравилось. Понравились они мне меньше, скажем так, чем джинсы из IMS Studio. В IMS Studio мне форма понравилась больше. Это, наверное, бам джинсы. Ну, не знаю. То ли они более современные, но, в общем, больше мне не понравились. Следующие были белые брюки. Льняные. В меру широкие. Прямые. С защипами. В общем-то, все в них модно. Но что-то мне в них не хватало. То ли они должны быть длиннее, то ли они должны быть более зауженные. И очень мне не понравилась пуговица. Это акцентная пуговица. Мне все время казалось, что сзади должен быть пропеллер. Ну, а так, в целом, неплохие брюки. Ну, это уже я показываю. Хорошая подкладка. Нет никаких вопросов. Сто процентный лен. 4,600 они стоят. Раньше стоили 9,200. Еще один пиджак, который я померила. Это уже однобортный пиджак. Тоже там лен в составе. Он смотрится черным, но это очень благородный темно-коричневый цвет. Очень-очень мне понравился. Вообще, однобортные пиджаки мне почему-то нравятся больше, чем двубортные. Вообще, у всех пиджаков Айм Студия очень хорошая, четкая линия плеча. Они не будут висеть, как тряпочки. Такие конкретного мужского стиля. Чем они мне очень не нравятся. Как я уже сказала, базовый, летний, отличный пиджак. Пуговицы здесь мне больше понравились. Я бы их не стала менять. Тоже шлица сзади. И стопроцентный лен в составе почти 8,000. Еще одни брюки. Вернее, даже костюм, который я померила. Это, в частности, брюки на защипах. Они мне маленькие по размеру. Это S, я с трудом застегнула. Мне нужна была M. То ли не было, то ли я ошиблась в размере. Не то взяла. Такая легкая струящаяся ткань. Опять же, модные защипы. Они по длине, чем белые. Мне кажется, чуть пошире. Эта форма мне нравится больше, чем у белых брюк. Но они такие более струящиеся. Кофейного, приятного цвета. Однобортный базовый пиджак. Тоже в мужском стиле. Вместе это смотрится таким костюмом. Хороший костюм. Легкий. Несмотря на то, что он сделан из легкой ткани. У них, как я уже сказала, жесткое плечо. Даже пожестче. Они будут почетче, чем в 12 Stories. То есть, тоже пуговица смотрится неплохо на этом пиджаке. Этот костюм, как и все остальные их костюмы, они сшиты в разных цветах. Несколько есть цветов. И также можно купить бермуды с этим пиджаком. В составе верха бискоза, полиэстер и эластан. Стоит он сейчас 7000. Это пиджак. А брюки стоят 4700. Еще я померяла платье. Цвета фуксия. Лен. Двубортный. Неплохо пошит. Неплохо смотрится. Но я бы себе не взяла. Для меня как-то простовато все это выглядит. Я уже намерилась более интересных моделей. Платье на подкладе. Оно есть в разной длине и в нескольких расцветках. По-моему, черное еще есть, бирюзовое. Не помню, надо смотреть на сайте. Составит 100% лед. Подклад 100% вискоза. Стоит 7750. Со скидкой раньше оно стоило 15500. И, пожалуй, все с этим обзором. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На сегодня с вами прощаюсь. До новых радостных встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok